Привет! Тут опять с вами Зажигалочка. Расположенный между берегом и горами Тродос кипрский город Пафос находится на въезде в природный заповедник Акамаз. Это уголок нетронутой природы. Дикие пляжи, где черепахи выводят свое потомство. В Акамазе одни из лучших троп для любителей хайкинга с дивными видами на море, открывающимися с высоких скал. Пафос известен как родина Афродиты, вышедшей из морской пены богини любви. В древнегреческой мифологии Пафос – сын Пигмалиона и Галатеи. Пигмалион влюбился в Афродиту, и поскольку она никогда бы не разделила с ним ложа, он создал ее статую из слоновой кости, положил ее с собой в постель и стал молить богиню, чтобы она сжалилась над ним. Войдя в статую, Афродита оживила ее под именем Галатеи, которая и родила ему Пафоса. Пафос был отцом Кенира, который основал город Пафос и построил в нем знаменитый храм Афродиты. Есть еще одно очень интересное место возле Пафоса – Эдра-3. Это большой грузовой корабль, севший на мель в округе Пафос, неподалеку от Коралл-бэй. Это случилось во время шторма 8 декабря 2011 года, после поломки двигателя. Направляясь в Грецию, на остров Родос, корабль вышел из порта Лимасова. Его вынесло на мель возле берега, где он и находится по сей день. 80-метровое судно стоит на мели в 15 метрах от берега, в районе деревни Пейя. Судно в объятиях Бирюзового моря и Белых скал выглядит потрясающе и является замечательным фоном для атмосферных фотографий. Сейчас корабль стал достопримечательностью и привлекает туристов, фотографов, художников и людей, приезжающих посмотреть, насколько коварно бывает морская стихия. Вот только подниматься на него запрещено, потому что это опасно. Корабль Эдра-3 стал популярной достопримечательностью среди туристов, так как в этом районе одни из лучших закатов. Несмотря на приличную протяженность освоенной береговой линии, с хорошими пляжами в пафосе, мягко скажем, не очень. Здесь чаще всего встретишь обрывистый берег и каменистое дно с непростым входом в воду. Зато уютных бухт и уединенных пляжей, первоклассных ресторанов и прочих составляющих инфраструктуры красивой жизни хватило бы на весь Кипр. Это самый элитный курорт на острове, где отдыхают в основном состоятельные люди. Пафос может похвастать самой высокой концентрацией люкс-отелей на квадратный километр на всем Кипре. В городе достаточно много русскоговорящих. Здесь в основном живут те, кто уже все заработал, или предприниматели, имеющие бизнес вне Кипра. Рядом с пафосом расположен второй по величине кипрский международный аэропорт, что делает ведение бизнеса еще более удобным. Богатое культурное наследие, полученное городом почти за 4000 лет своей жизни, превратили древний город Пафос и его окрестности в огромнейший музей под открытым небом. Именно по этой причине ЮНЕСКО еще в 1980 году включило в список всемирного наследия не отдельные памятники, а весь город. Пафос словно удалился подальше от суеты и шума. Ведущий размеренную жизнь, он знает толк в красоте, хорошей еде и здоровом образе жизни. Кликните на кнопку справа и подпишитесь на мой канал. Смотрите, узнавайте новое, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. С вами была ваша зажигалочка. Субтитры создавал DimaTorzok